Это не образ льва, просто это подпись его, ну лев же он. Вы хотите назвать фильм «Тамбовский лев», я чувствую. Субтитры создавал DimaTorzok Кекушева, если вернуться, то можно посмотреть, что он создает здание не как некий даже единый объект, а там в одном особняке собраны разные истории. Есть история модерна, есть история барокко. Вот Осельский особняк, он как раз и представляет собой вот такую режиссуру, что ли, представление разных историй. У меня, знаете, такая связь, может быть, не очень хорошая, но это ассоциация с храмом Василия Блаженного. Там нет внутреннего пространства, а каждый храм, скажем так, он обозначен своим куполом. Иерусалим в миниатюре – это наша русская такая ментальность, иметь в кармане у себя все сразу одновременно. Ему, понимаете, архитектура представлялась искусством, который включает в себя все остальные искусства. Поэтому мы видим так много, в общем, разнообразия в его фасадах и в интерьерах. И когда действительно он, так сказать, был не стеснен в средствах, вот так, как, например, в Тамбовском особняке, там очень разнообразно отделанное помещение. Это была традиция того времени. Это время, мне кажется, лучше всего определять, как конец эпохи, конец века, фен десекль. Это то определение, которое наиболее точно, по-моему, отражает сущность мира ощущения. И более того, оно лежит в основе всех остальных определений. Отсюда тот же декаданс, то же ощущение того, что все скоро закончится, упадок, эсхатологический энтузиазм. То есть, с одной стороны, ощущение близящегося окончания чего-то, но с другой стороны, окончание чего-то – это начало нового. Они открывают для себя Азию, и мы тоже открываем для себя Азию. Каждый по-своему. Они приезжают, познакомившись с культурой гашиша, опиума и вот этого всего. Отсюда их популярность в салонах. Также популярность в салонах теосовских идей всевозможных. То есть, это так или иначе проистекает от знакомства с восточными культурами. Первое, что я заметил, когда вошел сюда, это плитка, настоящая плитка, которой 110 лет, керамика с изображением грибов. Это три гриба. Они закручены, вот у них коричневые такие ножки, зеленые шляпки. И по периметру тоже вот эти вот грибочки. Их не стоптали за 100 лет. И эта плитка, она еще и в этом зале. Для модерна вообще было характерно изображать разного рода психоделические растения. Очень характерное изображение мака. Это была опиумная эпоха. И в общем-то стиль модерн. Это своего рода струйка опиумного дыма. Особняк Оссеева в Тамбове, он не раз реставрировался. Но если это можно назвать, было реставрацией. Дело в том, что очень много в процессе, каждая реставрация утрачивалась. В этом здании был замечательный такой купол стеклянный, которым был перекрыт центральный холл. Этот купол был выполнен в виде паруса, собранного из объемных стеклоблоков. То есть каждый блок имел неповторимый размер. Очень интересная конструкция. Аналогов я не видела. Вот в процессе одной из реконструкций просто убрали, разбили этот парус, поставили металлическую крышу. То есть утрачено. Каждая реставрация, она, в общем-то, может быть, что-то фиксировала в этом здании, не давала дальше разрушаться, но и в то же самое время было утрачено очень многое. Были стандартные зеленые стекла, такие кирпичи, шестигранники, небольшие, завод. Красный май их выпускал. Вот такой же был стеклянный зеленый потолок, который тоже себя не оправдал, тоже обрушился со временем, потом был заменен на еще другие панели. Потом все это было заколочено и перестали об этом задумываться. На данный момент выглядит вот так. Причем до этого, где-то в 1936-1937 году, на этом световом куполе, который венчает дворец Осиевых, была выдружена рубиновая звезда красная, которая, как свидетельствуют строжилы, она съела почти весь городской бюджет. То есть заказ этой звезды и, соответственно, ее установка. Вообще все началось в 1918 году. Именно в мае 1918 года, даже известно точно число, 6 мая, произошла национализация усадеб Осиева. Сразу после национализации было принято решение об устройстве в этом дворце колонии детской. Что понималось под колонии? Это как бы место пребывания детей беднейших горожан. И вот для этого и был предназначен первоначально дворец Осиева. И когда туда уже были размещены дети, стали исчезать предметы, бытовавшие в этом доме. И сейчас нам, наверное, удивительно об этом читать, но на самом деле местная пресса обратилась с призывом от Тамбовского губисполкома прекратить растаскивать вещи из дворца Осиева. И даже было обращение гражданам Тамбовы вернуть их назад. С 1941 по 1945 год размещался эвакуационный госпиталь. Но интересна еще и предвоенная история, потому что с конца 20-х годов здесь размещался, так называемый, нервно-соматический санаторий. А потом уже в 1936 году здание было отдано курорт-центру. И с этого момента это уже как бы такая курортная здравница. 19 декабря 1935 года сюда, в эту здравницу, приезжает из Воронежа Осипа Мадельштан. Два часа ночи в Тамбове. Меня везут на дровнях очень долго. И подвозят к какому-то средневековому палацу. Очень похоже на особняк Сишинской. И этот особняк охраняет старик в тулупе с ружьем. Здесь зимний рай, пишет он. Живем на высоком берегу цны. Цна широкая, кажется шире, чем Волга. За ней чернильные леса. Беспокойство для человека серебряного века – это все-таки такое внутреннее качество. Ощущение какой-то внутренней эфемерности бытия. Попытка разобраться в каких-то своих переживаниях. Ведь все-таки надо понимать, что в то время и работы Фрейда идут, и других великих ученых, которые обращают внимание на психологию человека. И безусловно, это время индивидуальности. Это время личности. Это время, если угодно, львов. Каких-то сильных, независимых. В общем-то, хозяев положения во многом. И это проявится не раз. Это проявится и позже, когда, если мы будем говорить об авангарде, там те же самые львы, там все еще львы. И вот только когда авангард, что называется, останавливают на бегу за ненадобностью, тогда, собственно, эпоха львов и проходит. Говоря об искусстве соцреализма, мы имеем дело уже с массовой культурой. Это сознательное продуцирование культуры, которая будет воспринята массами. И, соответственно, ориентирующаяся на ценностные установки масс, на их какие-то эстетические запросы. Происходит очень существенное изменение, не только в духовной сфере, но и в сфере изобразительной. И, конечно, они влияют и на архитектуру. Ну вот, Лев Николаевич любил, так сказать, использовать львиные маски. Это было для него своеобразной подписью. И на своем особняке, он, по-моему, на атик, он возвел огромную такую фигуру, такого очень веселенького льва, который там с поднятым хвостом идет, так гордо смотрит на окружающих. Он так себя как-то мыслил. Это, безусловно, ироническая подпись. Это не серьезно, это не то, что человек взомнил себя кем-то. Нет, это в духе времени, вот так иронично представлять себя. Ну как, это вот Лев сделал. Это настоящий Лев, ему 110 лет. Это Лев, который висел на фасаде, на данный момент там не висит, по причине того, что его пришлось снять. Но повесить обратно его невозможно, он очень хрупкий. При попытке его повесить обратно, он утратится. Вот, этот Лев, он чем замечательный, потому что из 10 львов это единственный Лев, у которого сохранился вот этот фрагмент, этот фрагмент кольца, который висел у него во рту. То есть все львы с кольцами. Когда мы приехали сюда, не было ни одного льва с кольцами, но оказалось, что они были. Он нам дал некую возможность трактовать памятник. Производится расчистка этого льва, он достаточно легко расчищается до авторского слоя, не внедряясь в авторский слой, то есть не делая никаких резких движений своеобразных, своих линий, ничего не дополняя, не приукрашая, просто убираем с него краску, а остается Лев. Мы его формуем, после чего, собственно, отливается тираж деталей и завешивается на фасад. Наше ремесло исключает какое-либо творчество. Мы повторяем то, что было. Это в какой-то степени делает наше ремесло, может быть, несколько ущербным по отношению к изобразительному искусству, то есть мы не создаем ничего, мы копируем. У нас есть оригинал, мы его расчищаем таким, какой он есть. Он кривой, он точно кривой. И мы его повторяем кривым, мы не исправляем кривизну, мы не имеем права вносить туда никакие свои идеи. Какой он есть, он такой и есть. Если он кривой был, он и будет кривым. Если он с круглыми зрачками, а этот Лев с круглыми зрачками, что, в общем, не характерно для Львов, то мы его повторяем с круглыми зрачками. Мы не делаем его вертикальный зрачок. Нас нет. Мы лишены возможности авторства. Мы мимикрируем в того автора, который был. Кто-то это лепил. Наша задача, наша талантливость, все, что мы можем приложить к этому, это повторить, жить, стать этим автором. Сделать так, как сделал он. Настолько же хорошо или настолько же плохо. И очень часто настолько же плохо. Мы можем сделать лучше. Куча технологий, которые позволяют нам делать это лучше. Ну и потом, работать над ошибками, это всегда проще, чем ошибаться. Он ошибся так. Так-так-так. Это будет такой же Лев. Я хочу, во-первых, выразить такую радость, то, что эти особняки, которые остались в стороне, сегодня они известны, они приобретают известности среди историков, среди архитекторов, теоретиков, благодаря публикации Нащекиной. Хотелось, чтобы в Тамбове, сейчас как раз мы ищем свою региональную составляющую, чем бы мы интересны быть, допустим, как бы мы могли встроиться в туристические маршруты, допустим, чем бы мы могли быть интересны московско-столичной общественности, общественности других регионов. Это как раз та самая изюминка, вокруг которой все могло бы и завертеться. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok